Сирийские правозащитники вчера сообщили, что Израиль нанес авиаудар по военному аэропорту Дима в Сирии и уничтожил оборудование по производству иранских дронов. Если это так, это хорошая новость. И она все время наводит, знаете, и эта новость, и некоторые другие наводят на мысль. Но если можно вот так вот просто жахнуть, и нет завода дронов, почему мы так рабеем? Ну и мир так рабеет. Почему не жахнуть? Ну все же знают же разведки западные, где находится Путин. Почему раз и навсегда не решить этот вопрос? Потому что он далеко. Потому что подлетное время. Потому что есть огромный ядерный потенциал. Давайте вот я сейчас просуждаю. Я понимаю, что не понравится мое рассуждение. Я все-таки просуждаю. Вот вы Байден. Вот сейчас вы побудете Байденом 5 минут. А я начальник генерального штаба, начальник штаба. Прихожу и говорю, господин президент, Путин настолько рехнулся, что готов применить ядерное оружие и развязать стратегическую ядерную войну. Но вы меня спрашиваете, сколько будет жертв? По подсчету наших экспертов от 500 миллионов до миллиарда. Имеется в виду последствия радиоактивного заражения. Вы какое решение примете? Начинать? Или сделать все, чтобы этого не произошло? Вы знаете, в некоторых случаях, мне кажется, что нужно играть на опережение в этом смысле. Ведь Путин уже... Невозможно в ядерной войне. Невозможно уничтожить противника, не получив что-то в ответ. А почему обязательно ядерное? Ведь можно уничтожить... Другого нет. Другой нет опасности от Путина, кроме как применения ядерного оружия. Я понимаю, но его же уничтожить можно. Мы же знаем, как уничтожали мировых террористов не ядерным оружием. Можно же уничтожить его опять. Бен Ладена. Не опиравшегося на помощь государства. Не имевшего ресурсов государства, тем более такого, как Россия. Не имевшего ядерного оружия. Его там полтора года или два года выслеживали. И потом там только удалось его уничтожить. За эти полтора года он мог сделать все, что угодно. Будь у него ядерное оружие. И там два года. Когда он понимал, что уже смерть неотвратима, и он является мишеньем. Ну, вот я вам просто рассказываю, как будто реалии нашего дня. Они бы с удовольствием уничтожили Путина. Но, а, не позволяет, так сказать, все воспитания. Ведь его можно же было в самолет сбить, когда он летал на Бали. Но, правда, там не было такой еще остальной ситуации. Ну, в принципе. Ну, в принципе. Или Хамаркан. Мне кажется, Геннадий Владимирович, как только бы сбили этот самолет... Вы президент Новобайдена. Вы возьмете на себя риск пытаться уничтожить бункер Путина, если у вас нет 140% уверенности, что вы это сделаете? А вот есть 2%, 3%, 5%, что он переместится в другой бункер, уцелеет и запустит стратегические ядерные ракеты. В том числе на Америку. Вы готовы взять такую ответственность? Смотрите, Россия... Я вообще рассуждаю как чайник, вот как обыватель. Абсолютно. Ну, вы же только кто сейчас были президентом США, это же не чайник. Да. Поэтому мои вопросы, может быть, носят легкий оттенок идиотизма, не удивляйтесь этому. Ну, потому что этот вопрос занимает тысячи людей. Но Россия же не побоялась сбить самолет с польским правительством, с представителями польской элиты. Они сказали, что, ну, как обычно они это делают. А мы ничего про это не знаем. Там было какое-то загорание. Почему нельзя так спутаться делать? Разные вещи. Самолет с польской элитой до сих пор нет никаких точных доказательств или точной версии о том, что это сделала путинская администрация или там путинская какие-то там палачи, да? Все-таки там, вы сами помните, все эти версии, они указывали на проблемы с посадкой. То есть тут нет стопроцентной уверенности. А нанесение удара по бункеру – это стопроцентная ядерная война. Если он выживает вместе с этим бункером – 3%, предположим. Вероятность выживания – 3%. Вот вы возьмете на себя ответственность, что после этого будут уничтожены в мире 500 миллионов человек. Вот половина ядерного арсенала не взлетела. Значит, не миллиард погибет, а погибет 500. Но Путин же немножко летает. Но позвоните Байдену. У вас теперь есть такая близкая смерть. Нет, мы просто говорим о том, что у нас есть в мире террорист номер один. Понимаете? Ну вот они его пока не считают террористом номер один, пока он не применил ядерное оружие или не организовал какое-то ядерное заражение. Вот они его пока в этот разряд мишени номер один не перевели. И они считают, что он не применит ядерное оружие, и победа будет одержана с помощью западной коалиции конвенциональной маруши. Вот у них есть такой сценарий. Да, они, конечно, прорабатывали и прорабатывают, и уже проработали, выработали четыре сценария, чтобы делать, если как отвечать, если Путин применит ядерное оружие там-то, там-то, там-то. Но они не готовы начать первыми. Что-то давайте напомним зрителям, что это за четыре сценария еще раз. Ответ на ядерный удар. Раз. Нет. Начинается с конвенционального ответа, что в ответ на применение тактического оружия применяется конвенциональное оружие, вступают в действия вооруженные силы НАТО, они наносят воздушный удар по флоту черноморскому, отправляя его в связи с крейсером Москва, и по части расквартированных на оккупированной территории российских военных соединений, поражая там живую силу и так далее. В общем-то, это вот самый легкий ответ, который там, а дальше там уже по пол-шеиз, по-шеизграции, если бы еще применят, они еще там, ну и так далее. То есть там четыре, об этом швец прекрасно рассказывает на своем канале, другие эксперты, которые связаны, так сказать, вот с этими материалами. То есть там четыре сценария, вплоть до ядерного апокалипсиса, но понятно, что это там, как бы так сказать, считает, что его нельзя допустить ни при какой погоде. Субтитры создавал DimaTorzok